ВИЧ-инфицированную женщину Пациент, подвергшийся такому лечению, останется заразен для окружающих и будет вынужден продолжить курс ВИЧ-подавляющих препаратов. Но, увы, пока даже эту меру пресечения заболевания сложно поставить на поток. Процедура все-таки достаточно дорогостоящая, а во-вторых, она далеко не безопасная. Именно поэтому кандидатами для такой терапии стали онкобольные, которым так и так эта процедура жизненно необходима для лечения рака. Ученые рассматривают и альтернативные способы борьбы с ВИЧ – подготовку препарата из модифицированных стволовых клеток пациента. В лаборатории их генетически модифицируют, чтобы они были устойчивы к ВИЧ-инфекции и возвращают в организм пациента. Здесь безопасность находится на высоком уровне, но так как требуются дополнительные манипуляции в лаборатории, с применением высоких технологий, квалифицированного персонала, дорогостоящих приборов, то, безусловно, стоимость такой технологии из перечисленных была бы самая высокая. Универсальное средство лечения ВИЧ, безусловно, станет прорывом в медицине. Однако до первых массовых испытаний может пройти не один десяток лет. Ариадна Кугушева, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова